Время по гримичу Трагедия в Подмосковье, реакция на Западе, выводы, мнения и уроки. Об этом сегодня наша передача. Оставайтесь с нами. Время по гримичу. Время слушать и слышать собеседника. С минувшей пятницы трагедия, произошедшая в Подмосковье, активно обсуждается на Западе. Зрителям, слушателям и читателям рассказывают и напоминают о Норд-Осте и Беслане. Вспоминают террористическую атаку на концертные залы в Париже и Манчестере. Можно ли было все это предотвратить? Обычно в таких ситуациях раздаются возгласы, кто виноват и что делать. Но в первую очередь сейчас слова сочувствия выжившим и соболезнования семям погибших. Сегодня в передаче «Время по гримичу. Нулевой меридиан» на платформе международного азербайджанского канала CBC мы обсуждаем эти вопросы с Тимуром Варки, поэтом и переводчиком. Он живет в Париже со специалистом в области обороны Сергеем Мигдалем. Он сейчас находится в Израиле. Из Баку к нам присоединяется Рауф Раджабов, руководитель аналитического центра «Третий взгляд». И со мной в студии мой коллега Стивен Диэл. Приветствую вас, гости. Приветствую, Стивен. Как я уже сказал, на Западе были потрясены масштабами трагедии. В Великобритании не исключение. В минувшее воскресенье комментаторы в Лондоне, выражая сочувствие россиянам, попытались поставить трагедию в контекст того, что происходит в России вообще. Видный историк Марк Голиотти, специалист по России, поделился своим мнением на страницах газеты «Сандай Таймс». Это плохая новость для Путина. Россия не привыкать к терроризму, жертвами которого за 24 года правления нынешнего президента стало более 1300 человек. В прошлом Путин пытался легитимизировать себя, предлагая россиянам повышение уровня жизни в обмен на политическую покорность. Походу он представлял себя их жестким защитником. Сейчас, когда страна под давлением кровопролитной войны в Украине скатывается в стагнацию, ему приходится делать ставку именно на силу. И в тот момент, когда украинские беспилотники наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, ему также приходится иметь дело с самой страшной террористической атакой в стране за последние годы. Скорее всего, он почувствует необходимость дать резкий ответ. Но против кого? Некоторые комментаторы в Москве намекают на прямую связь с Украиной. Бывший президент Дмитрий Медведев, ставший одним из самых токсичных и откровенных российских комментаторов, предупредил, что если будет установлена связь террористов с киевским режимом, они должны быть безжалостно истреблены. В ответ представитель украинской военной разведки назвал атаку преднамеренной провокацией спецслужб Путина. Это мнение видного британского историка Марка Галиотти. В Париже отреагировали на трагедию в Москве практическими мерами. Это не должно показаться странным, потому что Франция готовится к масштабному мероприятию, к Олимпийским играм. После теракта в Подмосковье президент Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности, на котором было принято решение о повышении уровня террористической угрозы до максимально высокого. Что это означает? Этот вопрос я хочу задать Тимуру Варки. Тимур, пожалуйста. Добрый день, Юра. В практическом плане это означает усиление мер безопасности в общественных местах, в аэропортах, на вокзалах. Сегодня Франция, Париж напоминают времена, когда был атакован Шарле-Эбдо, когда был атакован Батаклан. Повсюду вооруженные люди, патрули. Также в общественных местах, где проходят культурные и спортивные мероприятия, в местах поклонения, в местах культовых. То есть предпринимаются такие усилия, чрезвычайные усилия мира безопасности. Это никому не кажется странным, Тимур, что сейчас в Париже так отреагировали на ситуацию, на трагедию в Подмосковье? На первый взгляд это может показаться странным. Конечно, уже отвыкли люди от подобных мер безопасности. Но с другой стороны, в общем, Франция готовится к Олимпийским играм и проверить меры безопасности, проверить, как это работает, не лишним будет. Тем более, что, вероятно, есть какие-то сигналы, серьёзные и достаточные сигналы о том, что подобное может произойти. Видимо, есть сигналы и от собственных спецслужб, и от спецслужб стран-партнёров, я полагаю. Руф Раджабов, а есть ли какая-то информация в Азербайджане о том, что повышенные меры безопасности или в Азербайджане всё спокойно, и не было никакой реакции на то, что произошло в Подмосковье? Добрый день. Добрый день. Сергей Мигданов. Сергей Мигданов. Сергей Мигданов. Сергей Мигданов. Сергей Мигданов. Сергей Мигданов. Как в Израиле отреагировали на трагедию в Подмосковье? Сергей Мигданов. 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 вещь, это именно терроризм исламистов, то есть таких экстремистов, которые извращают религию и ислам и пытаются ей пользоваться, чтобы захватить власть в различных регионах и странах. Это происходит в очень многих странах, от Египта и до Пакистана, и до Саудовской Аравии, и Туниса. И мы видим, сколько дел они наделали, к сожалению... Но конкретно, прошу прощения, Сергей, конкретно никаких повышенных мер безопасности в связи с тем, что произошло в Подмосковье в зале Крупуса? Нет, и это объясняется. Все-таки у нас есть, как вы знаете, свои проблемы. У нас сейчас главная эта война, в первую очередь, с Хамасом и исламским джихадом в Газе, плюс на нас лезут, как вы знаете, Хизбала с севера и Хусид и с юга, а вот как раз ИГИЛ, Вилаед Харасан, а именно вот это афганское отделение ИГИЛа, которое утверждает, что хочет контролировать восточный, кстати, Иран и Южную Туркмению, и Таджикистан, они в первую очередь, их цель номер один сейчас – это Россия, конечно, а не Израиль, потому что они видят Россию главным фундаментом и опорой двух своих главных врагов – режима Талибана в Кабуле и режима Айатол в Тегеране. И Россия как бы этот имидж создала за последние два года сама очень сильно, фотографируясь с Талибами и получая от Иранских Айатол шакеды и беспилотники и поставляя им нефть и высокие технологии. И, к сожалению, мы должны отметить, что Талибы – это заклятые враги игиловцев, и это очень важно. Спасибо, Сергей Мигдал. Мне хотелось бы сейчас вернуться к тому, что писала в минувшее воскресенье британская пресса. Еще раз мнение видного британского историка Марка Голиоти, который прогнозирует возможные дальнейшие действия Москвы, а также те ограничения, с которыми Россия может столкнуться в своем ответе. Пожалуйста. Вероятно, первым ответом станут репрессии против предполагаемых боевиков из Центральной Азии и сочувствующих им. Если судить по прошлому опыту, то ответ будет деспотичным и неразборчивым. Однако такой вариант таит в себе опасность. Россия столкнулась с трудовым кризисом из-за потребностей военной экономики. Безработица на рекордно низком уровне, а заработная плата растет из-за конкуренции в поисках работников. Стране нужны выходцы из Центральной Азии, выполняющие многие из тех работ, которые россияне не хотят, за зарплаты, на которые россияне не согласятся. Поэтому бандитские репрессии вполне могут убедить многих центральноазиатов уехать из России. Это также может разозлить правительство стран Центральной Азии, которые в эти дни чувствуют себя менее запуганными Москвой и чья терпимость предельно важна для обхода санкций на сером рынке импорта жизненно важных товаров от запчастей до микрочипов. Это нападение также вынуждает Путина пристально присмотреться к своим силовикам. Снова и снова они подводят его и российский народ. Но Путин не желает призывать их к ответу. Они имеют решающее значение для его власти, и такие фигуры, как немощный и престарелый директор ФСБ Александр Бортников, лояльны ему так, как их преемники. Возможно, лояльны не будут. Мнение Марка Голиоти. Стивен Диелл, тут несколько аспектов, которые я хотел бы обсудить с вами. Во-первых, каков может быть ответ, потому что сейчас война с ИГИЛом прошла, естественно, на территорию России, и это не может остаться неотвеченным. Что может предпринять Путин и его силовики в этой ситуации? Это первый аспект. Там еще несколько есть аспектов, мы их коснемся чуть позже. Пожалуйста. Мне кажется, что так как Путин выступал после этой трагедии, он как-то вошел в тупик, потому что он старался и те, которые вокруг него, очень старались обвинять в этом Украину. Но если он просто нападает сильнее на Украину, это, конечно, не отвечает на вопрос с ИГИЛом. Так что я думаю, я надеюсь, что за кулисами они все-таки смотрят серьезнее и не для публики, что вот это действительно настоящая проблема у них. Это не первый раз. Возможно, это была реакция, версия для печати. В первую очередь, украинцы. Это самое естественное, что мы можем сказать. Но где-то идет разбор полетов и, очевидно, выясняют, кто действительно по-настоящему стоит за этим. Думаю, что да, потому что он сам знает, Путин сам знает, что вот были проблемы, вот если вот в 90-х годах вот проблемы Чечни, потом, вот как было сказано раньше, вот проблемы Норд-Ост, Беслан. Так что, может быть, 20 лет такой трагедии не было. Но Путин понимает, если он думает, он понимает, что вот этот вопрос, эта угроза ИГИЛа не исчезла и существует. И сейчас это, может быть, серьезнее, чем было в любое время. И, тем не менее, Марк Гриотти также указывает, я цитирую Марка Гриотти, потому что в Великобритании многие его цитируют, это один из основных специалистов по бывшему Советскому Союзу, поэтому мы прибегаем именно к его мнению. Он говорит, что ответ может быть деспотичным с одной стороны, но с другой стороны он не может полностью лишить Москву рабочей силы, которая состоит в основном из выходцев из Центральной Азии, из республик Закавказья, по той простой причине, что россияне не хотят делать эту работу, не хотят работать за такую зарплату, за такие гроши, поэтому он зависит не только от тех, кто приехал из этих республик, но и от самих республик, от их руководителей, потому что оттуда или через эти республики идет сейчас серый импорт. Это тоже очень серьезная проблема для Путина, потому что действительно не только что очень много людей из республик Среди Азии сейчас не только в Москве, по всей России, но как они будут думать, что они будут делать, если они считают, что они сейчас под угрозой, они действительно уходят, и потом это действительно их столько, что может быть очень серьезная проблема с российской экономикой, которая в самом деле сейчас страдает. единственная часть российской экономики, которая здорова, это военная машина, военная экономика. Да, так что есть еще, они стараются закрывать все настоящие моменты, то, что происходит в экономике. Если возьмешь оттуда очень много, тысяч, миллионы может быть даже выходцев из Средней Азии, тогда у него очень большая проблема. Послушаем Тимура Варки. Тимур, я знаю, вы в Париже, совершенно иная ситуация, и тем не менее, каково сегодня быть таджиком в Москве? Вы поддерживаете связь с выходцами из Таджикистана, вы знаете, что происходит, что они ощущают, что они чувствуют, и какова реакция Таджикистана на происшедшую трагедию? Во-первых, таджики не верят, что именно таджики совершили это. Многие таджики уверены, что таджиков подставили, что их... Каким образом их подставили, Тимур? как бы... Многие уверены в сетях, так сказать, в разговорах, большинство, это не зависит от политической ориентации, и прорахмоновцы, и в оппозиции, очень много тех, кто считает, что таджиков по большей мере, назначили, либо использовали в тёмную. Назначили террористами людей, совершенно, так сказать, не способных провести подобную квалифицированную спецоперацию на таком уровне, вчетвером, без всякого прикрытия, войти и, значит, убить массу людей и поджечь за 10 минут, за каких-то там 13 минут покинуть это место беспрепятственно, несмотря на блокпосты, на, так сказать, окружение, несмотря на вертолёты, несмотря на то, что все выезды на МКАД были перекрыты, и с вечера было объявлено по всем сетям, соцсетям в интернете, что террористы покинули на Белом Рено, место происшествия, место террориста, и только утром их, так сказать, задержали. То есть, вам-то кажется странным, что их не остановили ни на одном блокпосту, и они, очевидно, передвигались теоретически, чтобы преодолеть МКАД, все пробки на МКАДе, преодолеть пятничные пробки, чтобы преодолеть каждый блокпост и преодолеть 400 километров, они должны были пулей лететь, и никто их не должен был останавливать, то есть, там такое превышение скорости шло на каждом километре трассы, что их любой гаишник мог остановить, но, тем не менее, их не остановили. Сергей Мигда, вы верите в то, что этих таджиков могли использовать в темную? мне понятно, почему многие очень люди из таджикской диаспоры в России, которые общаются в соцсетях, так думают, еще раз, таджики, так как все и узбеки, и казаки, и дагестанцы, большинство из них это нормальные люди, которые живут, работают, растят семью, им неприятно об этом думать, но, еще раз, это все теории, я все-таки, как бывший офицер полиции, предсчитаю действовать фактами на основе совершенно расследованных данных и подтвержденных, и нельзя все-таки исключать того, что действительно несколько членов этой таджикской диаспоры были исполнителями этого теракта, что, кстати, еще раз и неудивительно, поскольку именно таджики, как жители многих других мусульманских республик Средней Азии и Кавказа, они зачастую поддержаны, подвержены, извините, индоктринации со стороны вот этих проповедников игиловских и экстремистских, и к тому же, если мы говорим конкретно об организации, которая взяла на себя ответственность, и которая, по сообщениям западных спецслужб, действительно стоит за этим терактом, а это именно ИГИЛ Вилаяд Харасан, он в свое время, когда он организовывался за счет раскола в Талибане в 17-18 году, которого откололись несколько полевых командиров со своими бойцами, среди них было немало жителей этнического таджикистских районов, это в основном северо-восток Афганистана, там же в Афганистане очень много разных народов живет, и в том числе и узбеки, и туркмены, и таджики, не только пуштуны, и хазары, и вот так получилось, хотя еще раз главная причина для раскола была идейная, идеологическая, но в том числе был там этнический элемент, есть всякие сложные отношения внутри Афганистана, и поэтому верхушка таджикская, они очень сильно связаны вот с многими бойцами повстанческого движения в самом Таджикистане, где как-то... Сергей, если я вас правильно понял, была гражданская война. Если я понял правильно все то, что вы говорите, вы не верите в версию, что эту четверку или, может быть, их было больше, мы до конца не знаем, сколько там было людей, могли использовать в темную. Они, по крайней мере, осознавали... Их могли использовать в темную, но это не значит, что они не участвовали в теракте. Да, что... Просто, может быть, они не знали... Они знали, что они делают, это то, что вы говорите. Но, судя по тому, как они действовали, это были люди, которые умели стрелять и убивать, как минимум, а что отнюдь не умеет не каждый кастарбайтер или даже уголовник. Согласен с вами. Судя по видео, по крайней мере, двое из них стреляли веером от живота и знали, что делают. Перевели автоматическую винтовку на стрельбу, автоматическую стрельбу. Тимур, я вас перебил и не дал вам досказать, каково сейчас быть таджиком в Москве, как ощущают себя люди, вне зависимости от того, что произошло в минувшую пятницу. Что это значит быть трудовым мигрантом в России сегодня? Люди в шоке. Люди в шоке. Сейчас повально увольняют таджиков рабочих строителей, отказывают от вызовов таджиком водителям такси, увольняют повсеместно. Нападение на улицы со стороны нацистов, неонацистов. Люди не знают, что делать и отказывают в квартире. Люди снимают жилье, им владельцы отказывают, просто выбрасывают на улицу людей. Начинается буллинг в школах таджевских детей, в институтах и так далее. Многие не знают, что делать, куда им бежать. бежать на родину, где нет работы, где многие бежали и по экономическим, и по политическим причинам в Россию, думали, что это такой дорадо, азис. И теперь многие думают, куда им бежать, обратно, в Таджикистан, что им делать. Это просто совершенное безумие. при этом уже проправительственные, провластные пропагандисты, например, такие, как Дугин, уже открыто говорят, что давайте, идите, смывайте своей кровью позор, идите на фронт. То есть таджиков назначили козлами отпущения за всех таджиков. То есть это вот такая вот амальгама. И тем самым возможно российская власть получает тот профит вольный или невольный, который последствием вот этого теракта чужой кровью мобилизация таджиков и утилизация лишних мигрантов на Украинском фронте. Спасибо, Тимур Варки. Руф Раджабов, тот факт, что создателем и владельцем Крокуса был выходец из Азербайджана. Это может как-то сказаться на Азербайджане? Безусловно, одна из идей организаторов этого теракта, я хочу сказать, что я три года служил в Афганистане офицером, бывал много и в Таджикистане, то есть знаю центральную Азию и Афганистан достаточно хорошо. Так вот, этот теракт необходимо рассматривать как многослойный пирог, и каждый пирог которого отдельный, также представляет собой пирогом. поэтому в данном случае организаторы настолько профессионально подошли к этому теракту, я не имею ввиду от Аджиков, они абсолютно непрофессиональные террористские стрелки, это абсолютно очевидно. Но дело в чем? Дело в том, что на фоне того, что произошло именно в Крокус с Ситюхом, а хозяева, как известно, они выходят из Азербайджана, они представляют этническую одни евреи, но в данном случае азербайджанские евреи, и это очень интересно, что именно Агаларов он реализует на Абшуроне большой проект Сибрид, строит город. То есть Агаларовы не просто задействованы в бизнесе Российской Федерации, они задействованы в бизнесе, в данном случае туристическом бизнесе на территории Азербайджанской Республики. А это уже вложено ими около двух миллиардов долларов на этот туристический проект под названием Сибрид. Насколько известно, он выполняет громадные государственные заказы, является исполнителем и довольно успешным исполнителем государственных заказов, так что Крокус это только одна часть, небольшая часть его громадной империи. Безусловно, если взять Олимпийский 2014 года, как мы помним, в Сочи этот заказ по строительству был дан компанией Крокус. Восточный экономический форум в Владивостоке, остров Русский, также реализовывался именно компанией Крокус. в данном случае Крокус это одна из таких мощнейших компаний Российской Федерации. И вот именно в этом заключается цель организаторов столкнуть именно то, что сделал Владимир Саволовьё. Он буквально на следующий день пытался объяснить этот теракт именно азербайджанским следом. Он пытался его назвать, что именно азербайджанцы являются организаторами, исполнителями этого теракта, при том, что уже таджики были обозначены и уже арестовали, взяли. То есть уже были известны исполнители. Но тем не менее Владимир Соловьёв пытался это навязать именно азербайджану и именно азербайджанцу. Это случайно? Конечно нет. И очень интересно, что теракт должен был пройти еще в одной из стран Центральной Азии, но его предотвратили. Очень интересно, что в Кыргызстане арестовали пятерых азербайджанцев, представителей преступного мира, которые хотели организовать покушение на Садыра Жапарова и так далее руководство Кыргызстана. То есть отдельно взятые пять воров в законе хотели вдруг организовать покушение на Садыра Жапарова. Но это несерьезно. И это происходит все именно в те самые дни. Это случайность? Абсолютно нет. Попытка столкнуть и именно раздробить тюркский мир. И именно, на мой взгляд, одна из целей, которая была направлена в этот теракт пропущий, это удар по тюркскому миру, а конкретно по организации тюркских государств. К примеру, Азербайджан, Кыргызстан. Идет потепление, идет сближение. И вдруг какие-то отморозки там что-то хотят сделать. Или же прокус. Как известно, Агаларова не вмешиваются в политические вопросы. Они задействованы только лишь в бизнесе. И тоже Соловьев, но данный получается, на кого сюда работает Соловьев? Чей заказ выполняет Соловьев, если он пытался обозначить азербайджанский след в этом теракте. Поэтому в данном случае, если уж говорить о Билаэту Хорасан, это абсолютно отморозочная организация. Ее представляет, что эта организация способна провести теракт на территории Российской Федерации, но это тоже не серьезно, потому что они уничтожены талибами. Как известно, красный спецназ движение Талибан еще несколько лет назад вырезал в прямом смысле слова всех боевиков этого Билаэту Хорасан. Нет сегодня у этого Билаэту Хорасан той силы, которая у нее как будто бы была. В прошлом году, в сентябре, был уничтожен последний видный полевой командир Билаэту Хорасан. Поэтому тут достаточно настолько организовали этот трек, что они были готовы к тому, что эти четверо должны были быть убиты еще в Москве. Вот в чем заключалась тоже одна из задач. Они не должны остаться в живых. Спасибо, господин Рожабов. Вы очень образно описали ситуацию, что это многослойный пирог, и каждый слой это пирог сам по себе. И, по-моему, Рауф объяснил эту ситуацию абсолютно, абсолютно кажется вероятным, что именно эту цель и преследовали те, кто организовал это покушение на мирных зрителей, которые пришли в концертный зал «Крокус». Многослойный пирог. Стивен Диелл. Я думаю, да, я согласен, что Рауф очень хорошо это объяснил. Но есть одна большая проблема для Путина. Потому что так как Путин создал имидж себя как царь, вождь России, если он главный человек, значит, он тоже должен отвечать за ошибки. И то, что он так быстро обвинял Украину, то, что он сказал, что мы арестовали сразу этих террористов и показывали их. Это потому, что он старается, я думаю, что он понимает, что любой русский человек, у которого голова работает, понимает, что как Путин может разрешать, что это случилось. Что он что-то, он не обращал внимания, он что-то потерял. И действительно, для него сейчас самый важный вопрос, может быть, важнее, чем это то, что он боится больше всего. Что боится Путин больше всего? Он не боится НАТО, он не боится ядерную войну, он боится бунт, когда русский народ поднимается, потому что он им уже надоел. И когда происходит такая трагедия, и они спрашивают, почему, откуда все это? А его ответ, а это украинцы, нет, многие не будут довольны этими ответами. Бессмысленные и беспощадные есть такие определения в этой ситуации. Тимур Варки, вы согласны с анализом Рауфа Раджабова, что это был удар в подых тюркскому миру? Многослойный пирог с целью подорвать вот это национальное сближение, потепление между тюркскими народами. Согласны ли вы с этим? Независимо от Рауфа, я сегодня придумал похожий образ, мне пришел на ум образ русской матрешки или китайской шкатулки. И этот теракт, тот, кто его задумал и реализовал, заложил в нем такие возможности, что его можно обернуть, повернуть в любую сторону. В том числе я размышлял о том, что можно ли его повернуть против таджикской власти, против Эмма-Али-Рахмона. Он может быть повернут против Эмма-Али-Рахмона в том числе. В том числе он может быть повернут и против Франции. И это может быть вызвано тем, той позиции, которую артикулировал Эммануэль Макрон по поддержке Украины. И этот многослойный пирог или это многовекторное развитие. И можно пойти в любом направлении. может быть развито во многие стороны. Сейчас я хочу подключить Сергея Мигдаля, потому что как ни странно, как всегда в таких ситуациях нашли и еврейский угол, поскольку это произошло праздник Пурим, праздник еврейской свободы. И вот сейчас антиземитские каналы раскручивают идею о том, что евреи стояли за всем этим. Они организовали, они направили террористов таким образом отметить праздник. Вы что-нибудь слышали об этом, Сергей? Очень коротко, пожалуйста, если можно. Да, да, конечно, есть несколько людей, которые продвигают от американского городского сумасшедшего Джексона Хинкла и до таких столпов философской мысли, как Катя Гордон и Александр Гелич Дугин, которые про это пишут, пользуясь уже... Я не знаю, но вы все сейчас начали цитировать сумасшедших от Соловьева до Дугина. Ну что поделать, этим людям сейчас осталось время и место на федеральных каналах, ни много, ни мало, поэтому приходится их цитировать. Один из них уже сегодня, кстати, с утра объявил, что евреи и Израиль также виноваты в катастрофе с пароходом в Балтиморе и специально направили конвейер на мост, чтобы там стить Америке за то, что она воздержалась во время голосования по резолюции прекращения огня в Совете Безопасности. Я думаю, Рауф дал сегодня определение дня. Многослойный пирог и в каждый слой это еще один слой. Я согласен очень с Рауфом по поводу того, что хотели организаторы. Я просто не сомневаюсь, что и рука ИГИЛа в этом есть, потому что ИГИЛ очень отрицательно относится именно к идее тюркского мира и сотрудничества тюркских государств. Для него вообще любая такая вещь, как будучи, то идея тюркского мира или, например, национализм палестинский или иракский или сирийский, они очень против. Они выступают за всемирный калифат и недаром они не любят, чтобы их называли ИГИЛом. Они сами себя называют «даула-исламия», «исламское государство», без всяких добавок, показывая на то, что им чужд всякий национализм. И для них вот именно тюркский мир, ну в том числе и сам президент Эрдоган и Турция, это враги. И недаром мы видели раньше, когда у них было больше сил в Южной Турции и в Сирии, очень большие огромные теракты, например, на территории Турции, которые направлены были против гражданских. Я все-таки считаю, что какие-то попытки свалить это на Израиль или на евреев, это более всего лишь как бы вылезает вот такой пещерный антисемитизм, который в 90-х годах мало видели, но который все время воспитывался еще во многом комитетом государственной безопасности СССР, некоторыми деятелями из него в рамках вражды с Израилем тогдашней. И сейчас вот из-за войны в Украине, из-за всеобщей такой экстремизации людей это снова повылезало. Иногда, хотя... Вылезли ослиные уши, что называется, да, Сергей? Да, не мейнстрим России, и надо сказать, что сам президент Путин все-таки лично, насколько я знаю, таких идей не поддерживает. Вылезли, что называется, ослиные уши. Стивен Дилл, я вынужден, конечно, напомнить нашим зрителям о тех трагедиях, которые происходили и в Париже, и в Манчестере относительно недавно. И как опасно, как опасно в таких ситуациях высказать моментально официальную версию или полуофициальную версию, мы знаем, кто виноват. В России многие смеются над английским выражением highly likely. Но дело в том, что это очень правильное выражение, это очень осторожное выражение, когда власти подходят к тому, что происходит. Объясните, пожалуйста, как происходит расследование таких террактов, будь то во Франции или в Великобритании. Пожалуйста. Они всегда очень внимательно, они пользуют, очень внимательно пользуют язык, как вы говорите, highly likely, то есть, ну, вероятнее всего, но, допустим, вот англичане были в шоке, когда они видели, как вот этих четырех вроде бы террористов были в суде в Москве в воскресенье, что явно уже вот побили их, оторвали ухо, вот час уха. Заставили ухо съесть? Да, заставили. Уже привело к мему «У ФСБ есть уши», это уже сейчас совершенно иной мем, иного свойства. Если был бы такой инцидент здесь, и люди видели, что полицейские или кто угодно нападал на так, на вроде бы тех, которые совершали этот акт, вот это был бы кошмар для англичан. И показали бы открытые лица. Да, показывали, потому что вот у нас тоже очень важно, что человек не виноват до того момента, когда показывали, показывает суд, что он виноват. Я думаю, что здесь тоже, вот мы еще не говорили, есть очень важный момент, что американцы предупредили Путина и своих, которые сейчас в Москве, вот за две недели, может быть, даже за месяц, за кулисами они сказали, а вот это Путин, это просто не может это понимать. Он же о проверке, он сказал на коллегии в ФСБ, что это провокация. Да, сказал провокация, потому что он не может верить, что его враг может предупредить, что будет теракт от другого врага, который враг, вот ИГИЛ, это враг и Западу, и России, но он просто не в состоянии понять, что его враг может предупредить его. и действительно, вот это тоже, если русские люди вот понимают, думают об этом, что это очень опасно, потому что то, что они говорили, вот это происходило, и действительно, вот был теракт, и сейчас вот то, что как реагировали во Франции, что они поднимали уровень риска, это действительно показывает, что мы понимаем, что это не только, может быть, в России, это может быть где угодно, где угодно, общая проблема. И как вы сказали, да, был в Манчестере не так давно, и так что, я, вот раньше вы спрашивали у других коллег, вот как, что они, как реагируют в их стране, вот я сейчас пойду обратно вот на улице Лондона, ничего особенного не замечаю, но я знаю, что за кулисами и полицейские, и может быть, даже Министерство обороны, они обсуждают эти вопросы, и действительно вот, тоже, это очень по-английски, то все будет сделано тихо, спокойно, за кулисами, но уровень риска действительно поднимается. Это чтобы, во-первых, не создавать панику, специалисты занимаются этими вопросами, и, конечно, бывают проколы. Мы никогда не знаем об их успехах. Вот это да. Мы только знаем об их проколах. Макрон уже объявил, что два раза в этом году уже они остановили такой возможный теракт во Франции. И, конечно, предельно важно, чтобы разведслужбы всех государств, всех государств абсолютно сотрудничали между собой и выявляли возможные ситуации, когда можно предотвратить теракт. Но дело в том, что сейчас, в нынешней ситуации, когда идет война в Европе, абсолютно потеряно доверие. Абсолютно потеряно доверие. Обмен информацией практически невозможен. И даже тогда, когда американцы предупредили, и англичане предупредили, кстати, в той форме, что мы думаем, мы думаем, что... И они, кстати, это сделали и по официальным, и по неофициальным каналам. Это не было воспринято правильно. Мол, нас сейчас вводят за нос, нас провоцируют на что-то. Это ужасная ситуация, потеря, общая потеря доверия как результат войны. Да. И сейчас вот очень большой вопрос стоит после этого теракта. Что будет дальше? Потому что никто не сомневается, что это был один акт, и все. Будет еще, но что они будут делать с информацией от разведки, от любой разведки, от российской разведки, от американской разведки, и британской. Вот это очень важно. Может быть, я надеюсь, но не очень верю, вот когда я смотрю на Путина, но может быть, даже будут те на российской стороне, которые думают, а, если мы действовали бы по тому, что американцы сказали, что, может быть, мы могли бы остановить это. Так что, может быть, будет какое-то содействие в будущем, но не очень верю, что это будет. Послушаем нашего коллегу Рауфа Раджабова, который сказал, что он был офицером, служил в Афганистане, очевидно, знает о ситуации в Афганистане, не понаслышке. Что бы вы посоветовали сейчас спецслужбам, как можно бороться сейчас с ИГИЛовцами на территории любого государства? Послушаем вас. Ответ на поверхности. Дело в том, что движение «Талибан» захватило власть и контролирует весь Афганистан. Ну, я понимаю, линия Дюранда это проблема, где нужно решать, но в целом «Талибан» контролирует весь Афганистан. Другими словами, необходимо вводить, ввести контакт с движением «Талибан», чего не делают западные страны. нужно понимать, что чем меньше будет контактов между западами и «Талибами», тем больше будет контактов между «Талибами», Китаем и Россией. Один из шагов Путина, который он может сделать, это будет усиление взаимодействия с движением «Талибан», с теми, кто контролирует Афганистан. То есть, на сегодняшний день и Аль-Каида, и Вилат, и Хорасан уже не представляют угрозы. И про национальное спасение Ахмад-Шаха Масуда Младшего также не представляет. Сегодня внутри Афганистана нет той или иной организованной группы, которая может представлять угрозу власти движения «Талибан». Тем более, она обладает огромной армией, которая формируется и так далее. Поэтому западным разведкам и так далее необходимо работать с движением «Талибан». Именно не на где-то на какой-то территории, где уже совершается постфактум. А именно в Афганистан нужно идти, но уже вести совершенно другую работу, нежели это было 2001 по 2021 годы. Это должна быть совершенно другая работа, на более другом уровне с учетом реалии. Именно с учетом реалии. Не придумывать те или иные клише или те или иные конфигурации, а работать с той силой, которую контролю так бы не стал. Я думаю, что афганцы на это сами пойдут. Им необходимо признание. Сергей Мигдал, как вам кажется, этот рецепт, он фантастический или абсолютно реальный в данной ситуации? Западным разведкам на том или ином уровне приступить к сотрудничеству с «Талибаном», чтобы решить проблему с «ИГИЛом». Смотрите, Юрий, то есть я понимаю то, о чем говорит Рауф, это совет многих людей, которые занимаются практической работой. Я сам почти 20 лет работал в соответствующих службах израильских, как в безопасности, так и в полиции, до этого в «ЦАЛе» был офицером. И понятно, что надо налаживать, нельзя, и это, конечно, урок в том числе из того, что было в Афганистане в 90-х годах, особенно во время гражданской войны против всех, когда там было почти безвластие, которое, в общем, кончилось, когда более-менее частично, когда Талибан в первый раз пришел к власти. Но проблема в том, что на практике есть эти политические проблемы, а политическая ситуация такова, что, во-первых, из-за войны в Украине мир действительно разделен, кто не с нами, тот против нас. Был такой советский лозунг когда-то, и получается, что с одной стороны как бы те, которые примыкают или дружат с Россией и с Путиным, а с другой стороны те, кто дружат с Америкой, Канадой, Западной Европой, Японией, Австралией, Новой Зеландией. И мостик между ними почти полностью разрушен. Есть и более как бы такая проблема конкретная, это то, что на Западе в том числе не готовы общаться с режимом Талибана, потому что, не забывайте, что на Западе есть еще соображение права человека, прав женщин, прав меньшинств. А вот все эти вещи, мягко выражаясь, режимом Талибана не слишком уважаются. Это режим, который угнетает женщин, угнетает гомосексуалистов, что, конечно, неважно совершенно, например, Путину или Лукашенке или китайским коммунистам. Но для Западной Европы и для демократов Соединенных Штатов Америки это очень важно. И они просто политически, даже если бы какие-то высшие чины спецслужб понимают проблематику и понимают, что нужно контактировать с главной и по существующей властью теперь в Афганистане, скажем, их политические начальники не разрешают им это делать, потому что если это дело вылезет наружу, то им не поздоровится от газет Washington Times, New York Times и, соответственно, журнала Нью-Йорк. То есть это, Сергей, как говорят шахматисты, Цуцванг. Куда бы ты ни пошел, какой бы ход ты ни сделал, ты заведомо в заведомо проигрышной ситуации. Да, именно поэтому это пустое пространство, естественно, легко и с удовольствием, кстати, заходят, как правильно сказал Рау, в Китай и Россия, поскольку вакуума, да, природа не терпит пустоты, и Россия в первую очередь, что, кстати, все-таки подвергает Россию опасности, не забывайте, что теракт огромный в Крокусе, это не была первая попытка, только две недели назад само ФСБ, не англосаксы, да, и не Израиль, а именно ФСБ объявило о поимке двух боевиков, связанных с ИГИЛ и Харасан, которые где-то в одной из областей недалеко от Москвы, которые собирались совершить теракт в синагоге московской, а не так давно, в прошлом году было нападение на российское посольство в Кабуле, Россия одна из немногих стран, которая оставила посольство свое, и работает там посол в Кабула, и было нападение вот боевиков именно ИГИЛ и Харасан, как сказали сами представители Талибана, которые ликвидировали террористов, ну там была охрана у посольства, три охранника погибли, и все террористы, то есть в любом случае это становится, и я согласен с Раупом, что ИГИЛ в Харасан очень ослаб в Афганистане, он в основном разгромлен, но это не значит, что не остались там боевики и подпольные ячейки, вот для того, чтобы организовать теракты, например, в России или в других местах, им ведь не нужны хорошо организованные отряды боевиков с тяжелым оружием, которое находится в Афганистане, для них нужны симпатизанты, зачастую даже иногда одинокие волки из каких-то вот, которые подвержены были индоктринации экстремистской, исламистской, которые находятся, не знаю где, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге или Краснодаре, и они там на месте, достав оружие, взрывчатку, получив какие-то инструкции финансирования, учтивы, не забывайте, что ИГИЛ, ИГЭ, это седевая организация, смогут совершить теракт, даже при том, что сам ИГИЛ в Афганистане очень слабый, это его все-таки отличие от какого-нибудь движения Шахмасуда-младшего, который все-таки не стоит за какими-то терактами против России, например, для Америки, это не его. Спасибо, Сергей, Стивен Диэл, что делать дальше? Я думаю, что эти связи, которые разрушены, надо переостанавливать, что действительно спецслужбы, то есть между спецслужбами, и действительно, может быть, как я сказал, я сомневаюсь, что Путин будет за это, но за кулисами может быть, будет кто-то, который более трезво и разумно смотрит на вещи, и действительно, потому что без контактов, без разведки, без информации еще будут такие теракты. Стивен, большое спасибо. Наша передача подходит к концу, сегодня в ней принимали участие из Парижа Тимур Варки, из Азербайджана, руководитель аналитического центра «Третий взгляд» Раук Фраджабов, из Израиля специалист по вопросам безопасности Сергей Мигдал, а со мной в студии был Стивен Диелл, журналист-международник. Недавняя страшная террористическая атака в первую очередь, конечно, затронула россиян, но эхо этой трагедии прокатилось по всему миру, лишний раз напомнив, в какое трудное и опасное время мы живем. Как сказали все участники сегодняшней передачи, террор не знает границ, и сопротивление террору должно быть общим делом. На этой ноте я прощаюсь с вами, всего доброго, до следующей встречи в это же время, в этом же месте, и, конечно же, главное, мира всем! Время по гриммичу, время слушать и слышать собеседника. Субтитры создавал DimaTorzok